Приветствую вас, дорогие братья, дорогие сёстры, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Давайте мы откроем с вами Евангелие от Луки, 4 глава, и прочитаем из 16 по 30 стихи. Евангелие от Луки, 4 глава, и прочитаем из 16 по 30 стихи. «И пришёл в Назарет, где был воспитан, и вошёл по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, И он, раскрыв книгу, нашёл место, где было написано «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушённых сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу, и отдав служителю, сел. И глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им, «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». И все засвидетельствовали ему это и дивились словам благодати, исходившим из уст его. И говорили, «Неосиф ли это сын?» Он сказал им, «Конечно, вы скажете мне присловие, врач, исцели самого себя. Сделай и здесь, в твоём Отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме». И сказал, «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своём Отечестве. Поистине, говорю вам, много вдов было в Израиле, во дни Илии, когда заключено было небо три года и шесть месяцев, так, что сделался большой голод по всей земле, и ни к одной из них не был послан Илья, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокажённых в Израиле при пророке Елисея, и ни один из них не очистился, кроме Неймана Сириянина. Услышавши это, все в синагоге исполнились ярости. И вставши, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он прошед посреди них, них удалился». Вот такая история из жизни нашего Господа Иисуса Христа. Первое, на что хотелось бы обратить внимание, это Назарет. Назарет – это родной город Иисуса Христа. Это небольшой город, в котором жил Иисус Христос. И мы знаем, что про этот город шла поговорка была, «Может ли быть что доброго из Назарета?» Это вот то, что мы знаем про этот город. Небольшой город, в нём рос Иисус Христос, и может ли быть что доброго из этого города? И, наверное, нас немного удивляет, как Иисус прожил вот в этом городе свою жизнь до служения, 25-28 лет жизни своей. И эта жизнь довольно такая спокойная, неприметная. можно сказать, не было путешествий, не было развлечений, каких-то чудных творений. И можно так посмотреть, сказать, ну, так, серая жизнь. Но мог ли Бог воплоти прожить хотя бы один день вот так серо напрасно? Конечно, нет. У Христа не было серых дней. Ценность настоящей жизни определяется какими-то неблистательными совершениями, не богатством впечатлений, неблистающей популярностью, но глубокими отношениями с Богом. Вот это ценность настоящей жизни. И эти глубокие отношения, они были у Христа. И Слово Божие нам говорит, Он возрастал в любви у Бога. Он, значит, имел самые тесные отношения с Небесным Отцом. И вот эта неприметная жизнь, такая обыденная, она, которой, в принципе, живет миллионы, миллиарды людей на земле, она не будет серой и скучной, если она наполнится Богом. И вот кто-то из мучеников за Христа сказал такие слова. «Со Христом в тюрьме свобода, а без Христа на свободе тюрьма». Ну, это такое предисловие о городе, в котором жил Иисус Христос, и о Его жизни Христа в этом городе. Вероятнее всего, Он также работал, трудился, был плотником, скорее всего, как Иосиф, и что-то выполнял, какие-то заказы. Вот такая планомерная, такая жизнь, насыщенная Богом. И вот начинается служение Иисуса Христа. И Он приходит в свой город, совершив чудо, мы с вами прочитали, которое было в Капернауме. И вот Он приходит в эту синагогу, в которую Он, скорее всего, стабильно и регулярно посещал. И Ему дают читать Писание, и Он читает Писание. И мы слышим, Он прочитал в Писании, и Он говорит, исполнилось Писание, слышанное вами. Вот оно исполнилось. И тут написано, и все засвидетельствовали Ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст Его, и говорили, Неосиф ли это сын? И вот вопрос возникает. И вот мы с вами дальше почитали. Прошло время совсем чуть-чуть, и они Его хотят убить. Просто вот попробуйте проанализировать, как это возможно. Только вот они, они знают Иисуса Христа, они знают, что это не Иосиф ли это сын, вот тот, который жил там с нами вот столько долгое время, они Его знают, они еще лучше знают Его Матерь, Марию, и при этом у них такое желание убить Иисуса Христа. Ну, вот вообразите, насколько это жестокое желание. Просто своего брата, который жил в этом городе, своего соплеменника, соплеменника убить люди верующие и лишить матери сына. То есть мать лишить родного сына. И я думаю, что эту семью знали. Это небольшой город. Сейчас, ну, предположительно, вроде как, ну, я смотрел, пишут 20 тысяч населения там было. Я не знаю, может, я ошибаюсь. Как бы, или вот из этих источников. Но это немного. Все знают друг друга. И у них такое, появилось такое желание. И просто, ну, как такое возможно? Без суда, без каких-то следствий, без там присяжных, просто схватить и скинуть со скалы. Вот это как, ну, как такое возможно? Но, как бы, здесь мы видим ключ. Христос проповедовал. И вот я всегда, ну, у меня так в памяти остался пример, как-то Михаил Петрович приводил пример, знаете, камень, когда лежит вот весной. И вот камень лежит, все хорошо, вот как колонка вот эта. И вот когда подходишь весной, когда там уборку территории делали, еще там вот, подходишь, вот этот камень, вот так переворачиваешь, а под этим камнем всякие жуки, червяки, такая всякая грязь, и она вся расползается от света. Вот что-то похожее, это вот, когда Христос сказал проповедь, сказал слова и осветил. И вот эту внутренность вот этих людей, соплеменников его, сограждан, он вывел наружу. Вот этих людей, которые также там стабильно посещали собрания, стабильно слушали Слово Божие. И вот он это вывел наружу, их грех. И это стало вот как таким триггером или как-то сработало, что в ярость их привело. И они решили его скинуть со скалы, убить. Это, ну, просто как бы ты поражаешься. То есть, я когда читаю эту историю, я понимаю, ну, синагога похожа вот на наше здание, да, как люди сидят, слушают Слово Божие. Пришел Иисус, дали, почитай, скажи. И тут вдруг ярость убить готова. Просто невообразимо. И вот эту греховность Христос осветил в их жизни, в их сердцах. И я бы хотел вот заострить на внимание наше на трех грехах, которые были в их жизни. Три греха, которые были вот в жизни, ну, как правильно сказать, не знаю, либо назарян, либо назарянитян. Как назаряне, наверное, проще. Назаряне. Вот первый грех, который был в их жизни, это зависть. Зависть – это злая печаль о благе ближних. Зависть – это злая печаль о благе ближних. Они просто «А почему? Почему Он, Мессия? А как так? Ну, вроде как все, как все мы жили, и тут вдруг Он там чудо сотворил». И вот как написано, что фарисеи предали Иисуса из зависти. И они из этой зависти возводили ложь на Него. То есть, они разращали народ, а они говорили, что Христос разращает народ, а они говорили, что Он противник императора, что Он призывает не платить налоги, они говорили слова, ну, не слова правды. Когда человек исполнен зависти, он рано или поздно поднимет руку свою на ближнего и на Бога. Помните также пример из Ветхого Завета, когда в Деяниях написано «Патриархи по зависти продали Иосифа в Египет». Родные братья, они хотели сначала убить, но потом по зависти продали, то есть подняли руку на человека и таким образом против Бога. Вы помните, Рахиль, она позавидовала сестре своей, что «Почему у меня нет детей? Почему ты мне не даешь детей?» Якову говорит. А он говорит, то есть она такими словами вот этой зависти, он говорит, «Я разве Бог, чтобы дать тебе детей?» То есть она поднимает руку на мужа своего и тем самым она противится Богу. Первосвященники, они предали Иисуса из зависти. Зависть – это грех, который закрывает людям глаза. И зависть – это злая печаль о благе ближних. И человек исполнен зависти, он рано или поздно поднимет руку свою на ближнего и на Бога. Это вот первое, что было у жителей этого города и конкретно вот у тех людей, которые были в синагоге. Второй грех – это грех неверия священному Писанию. Они не верили Иисусу Христу, они не верили Его словам, они не верили Писанию. И что мы видим? Они говорят, «Конечно, вы скажете мне, врач из Целиса, сделай здесь, в твоем Отечестве, то, чего мы слышали, то, что мы слышали, было в Капернауме». То есть Христос, Он совершил чудо, Он в Капернауме исцелил расслабленного. И это прошло, весть прошла, молва об этом, ну, представьте, такое чудо совершил. И причем Христос, Он это совершил тоже удивительным образом. Вы помните, когда это происходило, как Он задавал вопрос, да, что легче? Прощаются тебе грехи сказать? Он сначала говорит, прощаются тебе грехи, и там осуждение появилось. Как, кто такой? Как Он смеет прощать грехи? А Он говорит, а что легче сказать, прощаются грехи, или сказать расслабленному, встань, возьми постель, иди домой. Что легче? Конечно, тяжелее, тяжелее сказать, встань, возьми постель, иди. Это намного тяжелее сказать, потому что это слово, которое подтверждено делом. Но Христос и прощение грехов явил. Но для людей они не понимали, они тогда, ну, сказать, что прощаются грехи, как так? И вот они не верили в это, они не верили в Писание. и хотя были факты, но они отказались поверить Слову Господнему. Они не верили не потому, что не было доказательств, они не верили потому, что просто не захотели верить, не захотели считаться с объективными фактами. И таких людей очень много, которые и сейчас на Слово Божие просто закрывают глаза. Они говорят, что Слово Божие говорит, все грешные, человек говорит, я безгрешный. Слово Божие говорит, однажды положено умереть, потом суд, люди говорят, суда не будет, какие-нибудь перевоплощения или что-то еще. Библия говорит, добрыми делами никто не оправдается, люди говорят, Бог помилует, я же добрый человек. И эти примеры, их можно приводить, и множество, и множество примеров. Грех неверия Священному Писанию заставит человека поднять руку на Бога и на Иисуса Христа. И наконец, третий грех, это самый такой опасный грех, и это грех гордость. И именно этот грех, он превратил прекрасного Херувима в Сатану. Этот грех, он также прокрался в сердце Назарян. Смотрите, он сказал им, вот эту историю рассказал, что вы знаете, что пророк Илия, он не пришел к какой-то еврейской вдове, он пришел к язычнице. Вот Елисей, он не исцелил кого-то от проказа еврея, он исцелил военачальника язычника. И вы знаете, это звучало для них как унижение. И вот тут написано, услышав это все в синагоге исполнили, все в синагоге исполнились ярости. Что мы хуже? Что мы хуже язычников? Да как он посмел сравнить нас с язычниками? Грех гордости. Вы знаете, он также может проникать в жизнь людей. Знаете, люди бывают, превозносят свою нацию, свою национальность над другими национальностями. Люди превозносят свое материальное положение или какое-то образовательное положение, образование, какие-то статусы над другими. Ну, а что он? А что он? И вот эта гордость, она, вот этот грех, он также сподвигает человека против Иисуса Христа, против Бога и против человека. и вот таких три греха, которые были вот у этих людей и которые сподвигли их вывести Иисуса Христа и хотели они убить его. Знаете, сердце человека, оно крайне испорчено. У пророка Иеремии написано много лукавого сердца человека, более всего и крайне испорчено. Сердце человека крайне испорчено. И вот много сюрпризов может появиться в нашей жизни, если мы не будем духовно бодрствовать, если мы не будем пребывать в молитве, если мы не будем пребывать в общении с братьями и сестрами, если мы не будем дисциплинированно вникать в Писание, изучать Писание, читать Слово Божие. И только Христос может излечить греховные недуги души. Самый главный противник это тот, кого мы видим практически каждый день в зеркало, когда мы смотримся, это наше я. Похоть плоти, похоть отчей и гордость житейская. Пусть Бог нас благословит обращаться к Христу, что я не могу преодолеть свои внутренние грехи и только Христос может помочь мне в этом. Давайте помолимся. Аминь. Аминь. КОНЕЛЬНЯ